Старый лесник как-то наткнулся в лесу на маленького волчонка. Зверь по неопытности попал в капкан и никак не мог вытащить из него переднюю лапу. Мужчина пожалел маленького щенка и освободил его. Человек уже собрался уходить, как понял, что без его помощи волчонок не выживет. Он даже не мог самостоятельно встать на лапы. Так зверёк стал жить у лесника. Благодаря хорошему уходу волк вскоре поправился, хотя так и продолжал немного хромать. Вскоре лесник почувствовал, что больше не может жить в деревне, так как сил на ведение хозяйства почти не осталось. Он перебрался в город, где жила его дочь, а дом оставил своему взрослому внуку. Парень как раз недавно женился и поэтому с радостью переехал вместе с молодой женой в дедушкин дом. Через некоторое время семья стала ждать пополнения, у них должен был родиться сын. Всё это время волк постепенно привыкал к новым хозяевам. Но если молодого парня он как-то сразу признал, то к девушке относился с подозрением. Только когда у молодой хозяйки стал от беременности расти живот, волк как-то к ней подобрел и даже стал принимать от женщины пищу. Казалось, что жизнь молодожёнов и в дальнейшем будет похожа на сказку, но в доме случилось несчастье. Однажды зимой, когда хозяин дома был на работе, его жена затопила печь и легла отдыхать. Но то ли от забывчивости, а может из-за своего интересного положения, молодая женщина забыла открыть заслонку. Угарный газ наполнил комнату, отчего молодая хозяйка потеряла сознание. Вернувшись после смены, муж увидел лежащую на полу супругу. Он поспешил вызвать скорую, но было уже поздно. Фельдшер сказал, что здесь он помочь, к сожалению, не в силах. Парень был вне себя от горя. Он сидел рядом с погибшей женой и тихо плакал. Внезапно дверь приоткрылась, и в комнату вошёл их волк. Он раньше редко просился в дом, а тут почему-то сам поддел двери лапой, подошёл к телу покойной и долго на него смотрел. Внезапно волк сорвался с места и стал лизать руки погибшей, а потом попытался добраться до её лица. Мужчина, вне себя от ярости, прогнал животное на улицу и посадил на цепь. Всю ночь волк выл во дворе, словно сошёл с ума. Настал день похорон, после окончания всех неприятных процедур молодой вдовец вернулся в дом и заперся на кухне. Волк продолжал выть, пытаясь при этом перегрызть цепь. Мужчина даже хотел его пристрелить, но вместо этого подошёл к своему питомцу и снял с него ошейник. Тот сразу же бросился в лес в сторону кладбища. Человек не обратил на это внимания, ему было уже всё равно. Утром он вместе с родителями погибшей жены пошёл её проведать. Когда они подошли к погосту, то увидели, что за оградой что-то происходит. Могила была наполовину разрыта, а в ней стоял их волк. Он пытался раскопать свою хозяйку. Люди возмущённо стали его отгонять от места захоронения. Но внезапно они услышали стон, звук доносился снизу. За каких-то несколько минут, стирая руки в кровь, люди достали тело несчастной девушки. Она оказалась жива, а ещё одно маленькое сердце внутри неё продолжало слабо биться. Женщину и ребёнка удалось спасти. Удивлению врачей не было предела, ведь когда они ранее составляли заключение, пульса у девушки действительно не было. С тех пор волк стал для этих людей не просто домашним питомцем, а полноценным членом семьи. Потому что если бы не его настойчивость, то под землёй так и остались бы лежать две невинные жизни. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.